всем привет сегодня поговорим о персональном бренде вот соответственно ждем вадима у нас будет цикл эфиров вообще ближайшее время планирую очень серьезно попробовать поработать с эфирами потому что это отличный способ быстро и качественно получить очень много полезной информацией как для вас ну безусловно так и для меня потому что это в первую очередь такой знаете каждый прямой эфир это мини-мб и мини-б и вот вадим появился сейчас мы как раз начнем его подключают уже к нам вадим привет ром привет меня слышно привет тебя великолепно слышно отлично и шикарно видно между прочим старался я суда я старался где ты скажи сейчас я в городе иерусалим ух и вот это да круто израиль холилэнд сладко слушай а мы только что сегодня прилетели сейчас вот в турцию здесь решили немножко отдохнуть с детьми потому что какая-то такая вот передача ряда всяких простуд и все остальное через каникулы международный эфир мы недалеко относительно тысяч километров всего-то всего-то вадим спасибо тебе огромное я приоткрою маленькую завесу тайны это наша уже с тобой не первая встреча по поводу персонального бренда и вот так получилось классно что мы обсуждаем мы общаемся и мне очень много есть что взять у тебя это очень классно идешь так локомотивом вперед давай поговорим да с чего вдруг люди подобные нам начинают сильно заморачиваться на предмет вообще наличия и даже не столько наличия сколько какого-то как бы так сказать присутствия в в онлайн среде своего бренда слушай вообще эта тенденция она не только касается нас таких как мы с тобой но людей которые выбрали своей деятельностью нашу стезю консультанты эксперты спикеры для это для нас это просто основополагающая история тогда можем извини пожалуйста тогда правильно ли я тебя понимаю что обычным людям можно не продолжать дальше смотреть нет 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 вот в том-то и дело что очень многие специалисты эчар рекрутеры хэдхантера они отмечают тенденцию что и в корпоративном мире сейчас становится это очень важно почему если ты хочешь найти хорошую работу если ты хочешь сделать карьерный рост слушай если тебя не знают если тебя не позиционируют с каким-то успехом с какой-то экспертизы с каким-то умением с какими-то результатами а почему тебе должны предлагать какой-то оффер более того это даже внутри корм большой корпорации происходит из-за внутри корпорации знают самый лучший станет только люди твоего отдела а что вдруг кто-то обратит на тебя внимание поэтому ты знаешь мне кажется в том или ином виде в том или ином балансе проблематика персонального бренда она захватывает сегодня все больше и больше людей и молодых опытных зрелых предпринимателей бизнесменов людей владельцев больших и средних компаний наверное вот крупных крупных бизнесменов в меньшей степени но это наверное российская да хотя посмотрим на нашего дорогого друга игоря который выскочил из головы да игорь рыбаков да ведь человек сейчас просто вот рвет эфир ну да да это правда поэтому слушай а вот буквально одну секунду скажи ты сказал про малый и средний бизнес может существовать вообще вот ты же круто и почему очень интересно твой взгляд ну большинство наверное я думаю тебя знает но если те никто не знает что что последние там 15-20 лет ты исключительно занимаешься продажами упаковкой продаж организации скажи пожалуйста а вот такой момент как скажем продвижение своей компании небольшой через себя лично это тоже реально бренд да получается это реально работает это реально работают именно в сегменте верх малого бизнеса и средний бизнес это очень хорошо работает другое дело что там должна быть четко такая логика совмещения тебя как личности и того что ты делаешь твоей компании твоих продуктов разрыв между твоим внутренним я и тем что ты декларируешь на рынке он к сожалению будет очень бить по твоему бизнесу если человек в ладу самим собой любит то что он делает а это очень важный тезис да для персонального бренда люби что ты делаешь получать от этого удовольствие то тогда ты становишься очень интересным ты становишься заметным раз и второе к тебе возрастает доверие потому что при выборе люби что ты делаешь прямо сразу вспомнился артур агабеков да ведь он даже форумы проводит артем агабеков да да он форумы проводит он такой апологет этого подхода и это очень важно и мы тоже знаем его о том что он это он же бренд а не его фабрика там с пластиковых окон да хотя на самом деле уже потом за ним идет вот эта бирюзовая организация его фабрика окон а вот тут важный момент такой важный момент ну это мое такое ощущение что очень важный для бизнесмена в какой-то момент если его бизнес уже достигает среднего размера у него есть амбиции для крупного то в какой-то момент его личный бренд должен распространиться захватить и перейти в корпоративный вот мне так кажется что интересно интересно что за исключением наверное тинькова в крупном бизнесе нет такого отношения к персональному бренду ну да даже там даже там где используются фамилии прайс ватерхаус это же все фамилии людей кто эти люди например самая такая известная компания макинси мировая и ее основоположник господин макинси он был владельцем небольшой бухгалтерской компании а вот этим огромным монстром самом лучшем смысле слова макинси сделал марвин бауэр который выкупил макинси у господина макинси такая вот очень была интересная история 30-х года вот этот переход от среднего к крупному он очень важный когда ты должен уже корпоративный бренд ставить выше персонально мне так кажется классно если вот так ну как бы крутануть тему вот верхнего уровня мы с ним под ним прошли скажи пожалуйста а вот что является основой фундаментом философии персонального бренда откуда вообще нужно черпать то есть вот а где брать идеи и вот вообще с от чего начинать где копать знаешь мне кажется копать надо посмотрев зеркало я уверен и я сейчас это делаю на самом себе я да вот в анонсах честно сказал ребят я сейчас пытаюсь развить свой бренд я прохожу через многие этапы взлеты и падения что-то получается что-то нет но я все больше и больше уверен в том что персональный бренд это реально ты и твои достижения очень много сегодня в инфобизнесе и вообще вот как сказать медийном поле людей которые пытаются быть персональными брендами но они себе ничего не представляют а что ты такого сделал вот что ты кто ты то есть проверка на прочность покажет что там за ним ничего нет хотя может быть очень высоко да да ты можешь быть при этом твои достижения могут быть чисто медийным ну например вот есть такой очень раскрученный медийный персонаж в ютюбе и вообще в соцсетях дмитрий портнягин трансформатор не важно какой он делал бизнес или не бизнес это неважно вот с точки зрения медийного продукта он уже состоявшийся очень серьезный продукт можно любить да можно не любить но он можно уже посчитать что он как капит уже капитализировал свой бренд да в этом конечно и он понятно что он он медийный продукт он как познер он как дуть он как ларри кинг он как джимми фэллон какая разница он это сделал я правильно тебя услышал что неким результатом понимаем что ты оказался где-то со своим персональным брендом является признанием тебя или как медийным продуктом ты вот смотри вот тот же игорь рыбаков техно николь да он сейчас пытается и где-то у него получается с медийным продуктом но на самом-то деле вот ядро его персонального бренда это многолетний успех частной компании техно николь которая бизнесмена по сути он бизнесмен который построил очень серьезный корпоративный бренд очень серьезную компанию федерального международного масштаба поэтому тут каждый для себя выбирает вот его персональный бренд это что это его успехи ну скажем так в реальном бизнесе это его успехи в медийном поле когда это и реальный бизнес и медийное поле но это вообще бомба но скажем тот же юрий дуть который у всех на устах и он я считаю что такой выдающийся представитель он настоящий медийный продукт он был прекрасный и есть прекрасным спортивным журналистом он был главным редактором лучшего спортивного портала спортсру но в итоге что он сделал из перепозиционировался перепозиционировал видео блога он сейчас я думаю что он круче чем первый канал ну вот это все юрий дуть круче чем первый канал и все понимают что это такое хотя мне было бы с ними очень интересно поговорить про реал мадрид барселона спартак и так далее но я смотрю его программы как медиапродукт как позднора как у меня уже я тут сижу с блокнотиком и с ручкой и рисую такую себе ментальную схему получается человечек у него получается медийный продукт как бы какой-то еще одна стрелочка позиционирование да и собственно говоря там я вот такая как бы трех лучевая стрелочка уходящая от человека как это все вот закрутить и вот ну как бы если ты говоришь что сейчас ты проходишь стадию становления и мы многие смотрим за тобой вот где есть вот этот вот базисный первые какие-то вещи вот как бы люди которые будут нас смотреть потом эфиры они будут спрашивать хотелось бы чтобы были какие-то знаешь такие практические мысли а не просто разговор двух товарищей которые безусловно приятно что с чего как вот такие простые вещи вот я бы рекомендовал и сам сейчас делаю с собой такие вещи ну во-первых сформулировать кто ты что вот какие твои достижения вот я тебе показывал да есть такая техника напиши сто фактов про себя это очень мучительная история ты вспоминаешь всю свою жизнь а потом выбери из них десять лучших твоих ярких моментов а из них выбери пять вот тех самых достижений которые ты делал после этого ты пишешь окей я вот я это мои достижения я это умею я в этом эксперт я в этом крут после этого ты пойми для себя следующий шаг на какую целевую аудиторию ты хочешь эти достижения и ауру этих достижений транслировать потому что это очень важный маркетинговый момент позиционирование на какую или какие целевые аудитории кто-то хочет на массовые целевые аудитории кто-то хочет на узкоспециальные целевые аудитории вот например есть такой хэдхантер рекрутер в москве я могу забыть его имя именно дмитрий торчинский дмитрий торчинский и вот он позиционируется на и чаров московских питерских он позиционируется в социальной сети linkedin он в linkedin король ты просто не представляешь у него 30 тысяч подписчиков и десятки тысяч фолловеров которые просто отслеживают у него его посты тысячи лайков и сотни комментариев вот в этой целевой аудитории он просто number one он король так сколько как это у него получилось какой путь он прошел чтобы стать таким десять лет он развивал себя в этой среде linkedin он facebook не использует он развивает себя linkedin поэтому значит кто ты какие целевые аудитории и в каких средах ты пытаешься этим аудиториям донести до себя вот весь всю ауру своего бренда будут ли это соцсети будут ли это бизнес-клубы будут ли это газета ведомости и колонка которую ты там ведешь ты для себя решаешь какие среды среды вот какие пространства для тебя комфортны слушай они они публика выбирают или все-таки кто в итоге конечно выбирают публика но просто ты пытаешься спрогнозировать где тебя признают и где тебе быть комфортно вот это как улица с двусторонним движением если тебе в какой-то среде некомфортно то для тебя это ну дополнительный стресс и публика будет ну что-то какое-то неестественное что-то какое-то напряженное да поэтому выберет в итоге публика которая должна тебя оценить признать сказать да вот он в этой теме он number one number two number three и так далее еще одна получается трехлучевая звезда я целевая аудитория среда и кто ты то есть получается вот второй уже такой у меня получился лайфхак за сегодня что ты что еще дальше начинается очень важный момент да я сейчас специально опускаю темы с монетизацией монетизация будет потом да возможно возможно когда ты уже свое сообщество создал там уже будешь думать про монетизацию а вот дальше очень важный момент возникает какими контентными стратегиями ты эту информацию о себе в целевой аудитории донесешь какой формат тексты видео аудио у кого-то здорово получается писать ну есть такая известная звезда тоже на чар рынке алена владимирская в фейсбуке она прекрасно пишет она же бывший журналист ну я думаю я бы ее назвал нынешним журналистом она чудесно пишет она не делает видео она даже фотографии там в силу там каких-то ее причин не выставляет практически она чудесно пишет она вовлекающе пишет кто-то делает видео прекрасные ну не знаю вот мне например короткие видео нравятся вот на моем аккаунте можно посмотреть вам целый сериал вопрос ответы двухминутное видео кто-то делает формат да мне нравится формат кто-то делает подкасты кстати я прогнозирую что в течение 20-21 года в россии будет просто бум подкастов почему люди слушают а потому что подкаст очень комфортная среда тебе не перегружают глаза и ты можешь в общем и целом заниматься другим делами он показал что пик прошел или наоборот нет нет он только будет в Америке подкасты это просто тема номер один она очень комфортная особенно вот в деловых ну таких связанных с бизнесом вот с такими вещами очень легко ложится на ухо то есть мы сейчас говорим о контенте да то есть смотри получается когда ты все это решил опять в центре ты какого типа контент ты определяешь какого формата какого формата да потом какова стратегия этого контента каждый день там раз в три месяца ты расскажешь какие-то темы да и потом ты же выбираешь медийную стратегию через что и куда ты поделаешь через что очень важный момент очень важный момент я сам этому сейчас учусь это очень непростая история так называемое вовлечение engagement что это это сделать так чтобы твоя комьюнити вот те кто тебя слушают читают подписываются чтобы они реагировали на твои на твой контент чтобы они его лайкали самая простая форма чтобы они его комментировали да очень важная форма что люди вовлечены обсуждают что они его перепощивают с точки зрения трафика управлением трафика это в любом бизнесе персональном корпоративном если ты за трафик все время платишь даже если ты умеешь его настроить там дешево но это достаточно дорого тебе важно чтобы трафик становился частично частично вирусным то есть ты давал такой интересный контент и так вовлекал людей чтобы они его перепощивали тогда у тебя ну охват сильно возрастает это очень важная история еще одна задача это вирусное распространение вовлечение людей в вовлечение людей в реакции как апофеоз вирусное распространение скажи пожалуйста если какие то хотя бы там два три лайфхака как научиться делать вовлекающий контент смотри тут две вещи есть есть контент вовлекающий то есть его надо делать интересным полезным цепляющим то есть классическая медийная история ага и второе это механизма вовлечения людей вот сам сейчас этому учусь очень непростая наука например обрати внимание вот с чего начинал юрий дуть он сейчас это уже практически ну как сказать не акцентирует на этом внимание к нему приходил гость гость интересный плюс дуть его как в интервер раскрывал он становится совсем интересный и гость приносил с собой подарки чтобы попытаться выиграть подарки ты должен был подписаться на канал вот кажется ну такая банальная механика но она черт побери здорово работает здорово работает поэтому я советую себе честно себе тебе и всем нашим слушателям ребята немножечко свою гордыню успокойте мы с вами не ким кардашьян хотя она тоже делает в увлекающие механики мы с вами не ольга бузова хотя она тоже делает в увлекающие механики но такими механиками надо о них задуматься тестировать чтобы прям людей вовлекать в это действие где получить можно этому ты знаешь у меня такое ощущение что можно учиться только вот наблюдая понятно что наблюдая за другими интересными людьми я хочу порекомендовать есть такой мой хороший товарищ влад цитов у него школа вовлечения в социальных сетях вот он прям преподает такие вещи надо смотреть по сторонам правда про многих я прямо тебя вот перебил вот классический пример вовлечения классический пример вовлечения его знают все он нисколько про персональный бренд мы с вами едем в такси яндексе в гете убери обычный московский таксист говорит тебе спасибо до свидания а таксист который приехал на заработки чаще всего из какой-нибудь там далекой провинции ему надо выживать он не стесняется он тебя просит пожалуйста вам понравилось да поставьте мне хорошую оценку и вы и ты стараешь и не паришься и ничего страшного нет если он хорошо тебя довез он был вежлив и он тебя вежливо об этом попросил и ты с удовольствием это делаешь почему нет а знаешь статистика в три в четыре раза повышается позитивной оценки вот не надо стесняться знаешь я сейчас говорю тебе и нашим уважаемым слушателям нашим тем ребятам девушкам мальчикам юношим девушкам которые слушают наш эфир но отчасти я говорю сам себе иногда ты прям преодолеваешь эту ну назовем так гордыню да некое стеснение как это так поставьте сейчас ребята сердечки вот наши да кстати да и не надо этого стесняться понимаешь а на самом деле оказывается что если ты искренним и ты интересен и ты при этом обращаешься к людям ребятам то пишите сделайте это люди с удовольствием это делают с удовольствием это делают если ты при этом даешь им какие-то интересные полезности да вообще здорово почему нет если людям нравится то что ты делаешь ребят перепостите перепощу слушай знаешь как сказать будь искренне открыты из того весь сколько нам сейчас сердечек лежит ребят просто молодцы то это работает но что тут поделать кстати очень классно да хочу всем порекомендовать есть такой очень известный американский мега эксперт на эту тему его книга переведена на русский язык гэри войнарчук его можно найти в ютюбе в фейсбуке гэри войнарчук он бывший наш но он не россияне он с украины по моему ехал еще в советские времена его совсем маленьким пацаном увезли вот у него в этой книге ну найдите просто погуглите гэри войнарчук его книга на русском языке вот про эти механики он пишет и вот он прям говорит ребят вот смотрите вы сделали единицу контента прям не стесняйтесь во все разместите сети общайтесь с людьми отвечайте на их комменты да иногда может хейт прилететь не обижайтесь поговорить с но главное общаться более того механизмы же фейсбук инстаграм они очень любят когда происходит общение они не оценят хорошо плохо вы ругаетесь или вы общаетесь это просто математика это миха это математика взаимодействуйте с людьми супер чуть чуть назад откачусь вот все уже уже понятно итак получается у нас на самом деле три большие аудитории которым на самом деле действительно персональный контент нужен это любые самозанятые предприниматели небольшого бизнеса где они могут идентифицировать себя как лицо своего бренда то есть бизнес бизнес небольшого размера потом второе это люди которые являются публичными выступают спикеры консультанты и все остальное это вроде как тоже бизнес но это как бы подраздел они ничего другого не продают кроме себя они продают себя если бизнесе ты можешь зайти сейчас в инстаграм и найти кучу красивых симпатичных аккаунтов где девушки являются владельцами каких-то своих салонов красоты и через них себя продвигают то там люди продвигают себя и еще один получается важный момент это люди работающие по найму где на самом деле тоже очень важен капитал бренд капитализации его на рынке труда потому что в ближайшее время действительно только будут бренды покупать скажи пожалуйста вот буквально немножко сюда а как человеку работающему по найму начать формировать свой бренд и как бы не стесняться об этом заявлять и вот и понимать что в будущем только это по сути ему и поможет устроиться в случае чего слушай вот механики все те же самые ну посмотри себя в зеркало скажи кто ты твои достижения определи три пять основных пунктов что именно эту свою компетенцию или эти компетенции ты хочешь продвигать и дальше начни этим контентом заниматься да подумать о целевых аудиториях тебя должны видеть люди HR и тебя должны видеть люди более высокого иерархического уровня и начни это делать в отличие скажем от самозанятых консультантов спикеров тебе не надо это так делать прям часто но в социальных сетях нужна определенная регулярность нельзя пропускать да начни это делать все очень просто вот что говорят опытные чары вот я хочу человека пробить я захожу в свой аккаунт а у него про его работу ничего нет он такой невовлеченный ему это скучно ему это не интересно я даже не буду разбираться в его внутреннем мире а человек просто стесняется он думал как этот знаменитый мем а что так можно было нужно понятно что если ты будешь все время постить только про свои какие там рабочие моменты какие-то мысли и так далее то твоей ему ближнему кругу будет скучновато надо найти здоровый баланс между работой личной жизнью лайфстайлом увлечениями интересами чтобы это было видно чтобы эту составляющую люди видели второй момент для персонального бренда вот человека который делает карьеру подпишись на пяток хороших профессиональных групп участвуй там в обсуждении участвуй в комментариях будь там вежливым и уважительным есть же простая механика лайкай в группе основных таких участников сначала лайк они обращают на тебя внимание потом чуть-чуть их комментируй потом расширенно комментируй а потом сам закидывай свои свой вопрос контент все тебя сообщество будет видеть круто они будут тебя видеть круто скажи пожалуйста вот есть какие-то техники формирование персонального бренда внутри компании то есть без использования социальных сетей это какое-то проактивное поведение человека да то есть там ну как-то брать на себя больше ответственности не знаю там за что-то браться это тоже вот же формирование бренда внутри однозначно однозначно во-первых нетворкинг общаясь с людьми ну не будь уж совсем интровертом и мизантропом да ты не обязан быть такой душой компании если тебе это не свойственно но по крайней мере коммуницируй с людьми коммуницируй даже если вы это делаете посредством электронной почты внутрикорпоративной системы обмена сообщения там слаки в каком-то работаете да или в битриксе в том же да но не пиши просто ок принято ну напиши чуть развернуто люди хотят какую-то эмоцию можно начать с простого комментария правильного да конечно тебя ждут какую-то эмоцию будь проактивным по возможности и самое главное будь таким в разумных масштабах позитивно вежливым ну то есть не не будь таким уж совсем заядлым хейтером тут вопрос конечно как сказать внутреннего мира человека есть люди которые талантливые хейтеры тролли и они на этом построили свой персональный бренд в том числе да великий артемий лебедев в общем и целом он строит свой персональный бренд на хейте да вот таких вот вещах у него он сам по себе такой человек и он в этой роли естественной но видно по нему что он любит это продолжение личности вот такой вот он персонаж кто-то его не любит но все его знают а кто-то любит именно за это и тут очень важный вопрос вот этой аутентичности будь собой не пытайся нацепить маску в социальных сетях маска быстро раскрывается тебя всегда кто-нибудь обнаружит что ты не такой и это будет нехорошо ты можешь быть многогранным сказать да ребята такое дело слушай вот на наших глазах до месяц назад по всему миру прошел прекрасный флешмоб великой американской певицы доли партон доли партон челлендж она и 74 она крутая крутейшая тетя она сделала дайте 4 фотографии какая я фейсбуке в тиндере в тиндере в 74 года в линкедыне и снапчате по-моему еще какой-то ютюбе то есть ты можешь быть разным но все знают это доли партон это она то есть твоя личность она везде одинаковая а вот вы твои формы рада бога в линкедыне более такой суховатый корректный про бизнес в фейсбуке более веселый в инстаграме более визуально это в тиндере сами решите какие вы там если он вам нужен это нормально ты живой человек но вот это твое я кто ты кто ты знаешь в технологиях персонального бренда есть вот этот вот очень важный момент должен сформулировать почему ты это надо сформулировать в одно предложение почему ты ты репетитор английского почему ты ты самый лучший специалист по маникюру или тату почему ты ты специалист по корпоративным коммуникациям ты специалист по вот например ты ты у меня ассоциируешься как очень такой серьезный специалист по change management вовлечению персонала корпорации вот очень болезненные процедуры изменения это очень болезненно и вот ты у меня ассоциируешься с этим что ты в этом понимаешь что ты умеешь людей вести ты умеешь вовлечь и топов и людей снизу и так далее о здорово это вот я так тебя ассоциирую у меня ты ассоциируешь с несколькими образами но они все но в одном таком мейнстрим направлении слушай Вадим ты сегодня мне кажется вот прямо сейчас дал отличный инструмент во первых огромное тебе спасибо мне кажется это можно будет сделать знаешь такой как бы мини 360 ревью спросить разных людей а как вы меня воспринимаете чтобы попытаться себе найти вот этот первый ответ собственно говоря кто ты знаешь вот этот вопрос кто ты для меня является наверное фундаментальным и если мы говорим о том что зацепить людей целью нашей программы вот ну и заинтересовать их то мне кажется это и есть вот сегодня и апогей да и эти 30 минут которые пролетели незаметно с тобой да как раз мне кажется вот этим вопросом мы можем четко поставить хорошую точечку в начале абсолютно точно могу тебе сказать в начале нашей серии разговоров пропорциональный бренд да кто ты и возможно что это будет очень важным первым шагом до самоидентификации людей однозначно конечно конечно это важно в современном мире вот такое самопозиционирование людям в социуме правда хоть ведь что такое бренд да это некая обложка что там в этой коробке да мы приходим в магазин нам хочется газированной воды кока-кола понятно однозначно урюпинский при всем уважении города урюпинску квас может быть он самый вкусный на свете я не знаю может быть попробовать но не сегодня не сегодня кока-кола в этом смысл так и здесь и в нашей сфере почему нужен этот бизнес тренер почему нужен этот консультант эксперт может быть этот круче но я его не знаю ну как-нибудь потом а этого я знаю спасибо тебе огромное что ты пожелаешь нашим слушателям которые нас смотрят вот вот в моменте старта работы над своим персональным брендом ну во первых первое не стесняйтесь вот посмотреть на себя если вам это нужно в этом нет ничего зазорного нет ничего страшного спокойно плавно такая такая работа долгосрочная и начните и второй очень важный момент я через это прохожу прямо вот сейчас сам по некому второму кругу вот правда скажите кто вы такие в чем ваша крутость вот если прилетят инопланетяне и будут убирать таких экспертов землян почему они вас должны забрать я лучше всех делаю вот это окей я лучше всех делаю блинчики окей тебя точно с собой возьмут спасибо тебе огромное это был в один дозорцев в нашем прямом эфире невероятно приятно и контентно и глубоко уходим с вопросом кто ты и к себе и к нам и к миру и отвечаем к вопросу мы получим первый этап первое зернышко сегодня мы с тобой так сбарахлили землю положили вот этот первое зернышко и возможно она будет расти я очень надеюсь что мы продолжим вот эти периодические наши встречи и по этой теме и по твоей может быть основной теме где ты можешь нам помогать а как что значит сейлс для человека это был хороший комментарий что в урюпинске шьют платки не хуже чем в павловом посаде здорово прекрасно это круто круто да но павлов посад лидер в этом в этом брендинге да урюпинским платкам надо поработать хорошенько надо поработать да спасибо тебе огромное и до встречи пока всем ребята привет подписывайтесь на наши аккаунты будем на связи ром приглашать всегда с удовольствием с удовольствием пока хорошего вечера друзья ну что вот наш первый первый эфир с вадимом касательно вот персонального бренда прошел мы уверенно однозначно будем двигаться вперед постоянно вас в понедельник у нас будет эфир с игорем дубинниковым мы поговорим о самолидерстве что это значит быть лидером самого себя и вот я надеюсь что в ближайшее время я вас буду постоянно радовать такими прекрасными гостями всем прекрасного вечера субботу давайте нам сердечек чтобы вечер у всех прошел прекрасно и всего всем прекрасного всего самого хорошего отличных вам выходных с близкими вам людьми пока у меня как у меня у меня у меня у меня у меня Продолжение следует...